Повестка дня насыщенная И во втором чтении, точнее уже в третьем чтении законопроекту о добровольцах, поскольку ни одно заседание не обходится без обсуждения мобилизационных законов. Ну и понятно, парламентские слушания, которые прошли 17 октября, по итогам их была создана рабочая группа по доработке законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И сегодня эти вопросы стоят первыми в повестке дня. Я, так, небольшая история, немного времени прошло, 18 июля был внесен в Совет Государственной Думы межфракционный закон, три фракции Коммунистической партии Российской Федерации, Либерально-демократической партии, Партии Справедливой России разработали и внесли законопроект, точнее поправки к трем действующим федеральным законам о средствах массовой информации, об информационной политике и информационных технологиях. И третий закон о кинематографии, где говорилось о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете отказа от пропаганды традиционных семейных отношений. Через полтора месяца, 30 августа, профильный комитет по информационной политике внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ну а по итогам рабочей группы был создан объединенный закон, который впитал в себя, по сути дела, содержание и межфракционного закона, и комитетского, но еще успели и дополнить предложениями, которые прозвучали здесь на парламентских слушаниях. Ну вот у меня в руках обращение на председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который подписал патриарх Кирилл, и буквально день назад на Всемирном Русском Православном Соборе еще раз было сказано о поддержке нашего законопроекта. В руках у меня еще и обращение 72 региональных родительских организаций тоже в поддержку нашего законопроекта и идеи, и самого закона. Но хочу успокоить всех, кто нас поддержал, а это 80% населения. Наш закон ничуть не пострадал, а только улучшился и тот, и другой законопроект, поскольку наш законопроект касался содержательной части определения понятий, а законопроект профильного комитета, он касался усиления административных наказаний. Поэтому сегодня то, что касалось у нас только детей, а у нас, напомню, 12 лет назад, в 2010 году был принят федеральный закон о защите детей от средств массовой информации, где уже выработаны все основные понятия, которые с принятием сегодняшнего законопроекта уже будут транслироваться и на другие адресные группы, то есть на взрослых. Мы, по сути, законом о защите детей от СМИ защитили 23% населения, 33 миллиона в нашей стране детей, а сегодня понимание того, что защищать нужно от наступления вот этого идеологического оружия, ибо война идет по всем фронтам, понимание это, наверное, есть у всех, и в защите нуждается и взрослое население. Поэтому понятно, что закон несовершенен, и мы от нашей фракции будем говорить о том, что это первый шаг, но в любом случае, если же мы говорим о том, что против нас развязана идеологическая война, то отсутствие идеологии государственной в нашей Конституции просто заставляет нас сегодня говорить о том, что в Конституцию нужно возвращать государственную идеологию. Иначе мы будем обречены о том, что вот эти сексуальные меньшинства, они станут господствующими и в политике, как это случилось сегодня уже на Западе. Поэтому мы видим поколение в Украине, закон должен быть гораздо шире, чем то, что мы обсуждаем сегодня. Это и законодательство о культуре, это и законодательство о поддержке творческих союзов и объединений, поэтому сегодня мы делаем первый шаг, и неудивительно, что политический думский консенсус, более 300 депутатов всех фракций поддержали этот законопроект уже перед внесением его в первое чтение. Я уверена, что законопроект будет одобрен, и мы готовы ответить на ваши вопросы, вот то, что касается этого предмета. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, центральными законопроектами, которые будут рассматриваться сегодня, безусловно, будут два законопроекта о социальных фондах. В секрете об объединенном новом фонде, я напомню, что одним из положений, которое преподносилось как положительное, была речь о сокращении расходов на содержание фондов. Но, к сожалению, по итогам принятого документа, точнее, вынесенного документа, мы видим увеличение расходов на содержание аппарата фонда, причем гораздо больше, чем уровень инфляции. В отличие, например, от забратных плат медицинских работников, педагогических работников, ну и самое главное, в отличие от роста пенсий, про которые нам долгое время говорили. Несмотря на то, что нам пытаются говорить о этом законе как о неком бухгалтерском документе, безусловно, это отражение политики государства и свидетельство полного провала пенсионной реформы, которая прошла, я напомню, в 2018 году. К сожалению, никакого реального роста пенсии за это время не произошло. Более того, на протяжении ближайшей трехлетки будет фиксироваться уменьшение доли страховой пенсии по отношению к прожиточному минимуму пенсионера, уменьшение коэффициента замещения, это отношение, напомню, средней пенсии страховой к средней заработной плате, оно тоже будет падать в течение трехлетки ближайшей. Но единственное, чего добилось правительство, это сокращение трансферта из федерального бюджета. Я напомню, что в следующем году это будет 215 миллиардов рублей, в этом году было более 400, ну а в 2024-2025 этого трансферта не будет. То есть это просто прямая экономия бюджета, без формирования каких-то дополнительных прав у наших застрахованных. Плюс к этому изменен предельный уровень начисления взносов, я напомню, что он резко повышен на 22%. Это, к большому сожалению, не сопровождается ростом пенсионных прав, а наоборот. Наши граждане, в результате этого повышения, получат меньшую пенсию, а многие из них не смогут получить страховую пенсию, потому что будут претендовать только на социальную пенсию. В этих условиях, естественно, фракция будет голосовать категорически против. Точно так же мы сегодня поддержим обращение парламента Российской Федерации к парламентам зарубежных стран, касающихся совершенствования конвенции КБТО, так называемой. Это та конвенция, которая направлена на запрещение производства, хранения продуктов, биологического и токсинного оружия. Вчера, когда обсуждался проект в первом чтении федерального бюджета на 23-е последующие годы, то наши оппоненты из «Единой России», в частности, господин Макаров, упрекали нашу фракцию в том, что, дескать, мы неправильно даем оценку показателей бюджета в области здравоохранения. При этом приводились совершенно произвольно какие-то цифры, взятые почему-то с 2019 года в сравнении с 2023 годом, который планируется, и без всякого объяснения. Значит, хотелось бы по этому поводу сказать следующее. Во-первых, никакой ссылки при этом на то, что ежегодно в течение всех прошедших лет существовало от 8 до 12 в текущем году процентов инфляции, не было сделано. Во-вторых, вот цифры совершенно очевидные, если мы берем строку здравоохранения в бюджете, сравнивая 2022 с 2023 годом, здесь очевидно. 2022 год – триллион пятьсот тридцать три миллиарда, 2023 год – триллион четыреста шестьдесят девять миллиардов. А где же здесь рост? Где же здесь тот рост почти в полтора процента, о котором нам вчера рассказывали очень долго? Здесь роста нет, здесь явное снижение. Третий момент, который бы хотелось здесь отметить. Если мы сопоставляем сумму всех расходов на здравоохранение из всей бюджетной системы, включая федеральный бюджет, региональные бюджеты и фонд обязательного медицинского страхования, то мы получаем все эти годы одну и ту же цифру относительно валового внутреннего продукта. 4-4,1%. Причем они колеблются по годам. 4-1, потом 4-0. Где здесь рост? Никакого роста нет, поэтому еще раз хотим подчеркнуть, что в заблуждение вводят как раз оппоненты, те, которые пытаются доказать, собственно говоря, недоказуемое. И еще один момент. Почему ни слова не было сказано в ответ на наши аргументы в отношении того, что реально сокращаются федеральные проекты? Борьба с онкологическими заболеваниями, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сокращается федеральный проект детское здравоохранение и ряд других. Ну и наконец, если все так замечательно с точки зрения финансирования, то почему до сих пор и в бюджете следующего года не решаются вопросы, связанные с кадровым дефицитом медицинских работников, зарплатой достойной медицинских работников, чтобы она не колебалась от региона к региону в несколько раз, лекарственное обеспечение населения и, допустим, средства для коммунальных расходов, которых не хватает и которые загоняют реально медицинские учреждения в большую кредиторскую задолженность. Сегодня продолжение этой темы. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования, поскольку он ни одну из указанных выше проблем не решает, то мы данный документ поддерживать не сможем, не будем поддерживать так же, как и вчера не поддержали федеральный бюджет. Спасибо.